МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одной из приоритетных сфер второй пятилетки индустриализации заявлена промышленность строительных материалов, конструкций и изделий. Безусловно, в сфере производства строительных материалов еще очень много вопросов. Ответы на них в программе «Территория бизнеса». С вами я, Лязат Ибрагимова. Здравствуйте! В 2008 году промышленность строительных материалов произвела продукции на 213 миллиардов тенге. Уже по итогам 2012 года объем продукции составил 310 миллиардов тенге. То есть рост налицо. Давайте посмотрим данные, как развиваются отрасли в Казахстане. В 2013 году доля отрасли в объеме ВВП составила 1%. Прогнозируется, что к 2015 году валовая добавленная стоимость индустрии будет увеличена не менее чем на 76%. А потребности внутреннего рынка будут удовлетворены отечественными строительными материалами более чем на 80%. Этому способствует и введенная программа индустриализации. Так, только в 2013 году за счет проектов карты индустриализации было создано дополнительно более 13 тысяч постоянных рабочих мест. А за все время действия программы в эксплуатацию было введено 563 новых проекта. А как наши предприниматели казахстанские оценивают сегодняшний рынок? Пожалуйста, Светлана Владимировна. Наше предприятие, оно молодое, достаточно уникальное, потому что мы производим вспученный перлит. Сырьем является песок обычный. Получается вот такой вот материал – перлит. И вот продукция, которая выпускается вот из этого перлита. Наше предприятие является экспортоориентированным. 80% всей продукции у нас уходит на экспорт. На сегодняшний день мы освободились от долгов, мы достаточно встали на ноги. Значит, и это позволило, в общем-то, нам развиваться. Наш завод построен в рамках программы «Доступность жилья-2020». Строительство доступных жилья, строительство школы и больницы, и детской сады. Уже потребности на рынке появились огромные. Но Ельбаса каждый раз говорит, почему цену мы не можем снизить? Можем снизить, если сырье у наших производителей, себестоимость, если низкая. Нужно поддерживать именно те предприятия, которые используют местное сырье. У нас огромный запас минерального сырья, везде причем. Вся таблица Менделеева. Это базальт, избестят, мрамор, гранит, ракурс, полистирольное сырье, калийновое, хромомагниевое, глины. Мало того, у нас есть отходы в Центральном Казахстане, которые можно использовать именно в промышленных материалах. Этим надо заниматься, не надо бояться. Если все эти факторы, если мы решаем в ближайшее время, себестоимость одного квадратного метра жилья будет намного ниже, и каждому будет доступно. И на самом деле программа «Доступное жилье» будет доступной. Я думаю, что многие государственные проекты также стимулируют частный бизнес к развитию строительных материалов. «Астана-Экспо-2017». Весь Северный Казахстан готовится к этой большой выставке и рассчитывает на то, что местные строительные материалы будут там использоваться. Это все является базой для развития отрасли промышленности строительных материалов. Давайте послушаем мнение о том, как влияет дорожная карта бизнеса 2020 на развитие отрасли. Учитывая, что в стране у нас строительство идет полномасштабное, это и город Алматы, и город Астана, практически во всех регионах рост строительства имеется, то, естественно, востребованность отечественного производства строительных материалов, она есть. Однозначно в этой связи дорожная карта бизнеса тоже оказывает свою поддержку в виде тех же инструментов классических финансовой поддержки. На сегодняшний день могу констатировать, что 265 проектов получили уже помощь в виде субсидирования. Порядка 22 проектов получили помощь в виде гарантирования до 50%. Это осуществляет фонд АМУ. И в этой части предприниматель имеет возможность кредитоваться в 50% своего залогового имущества. Еще один вид поддержки, как подведение инфраструктуры, это очень востребовано для домостроительных комбинатов. Сегодня мы профинансировали практически во всех областях домостроительные комбинаты под великими подъездные дороги, свет, газ. Мы считаем, что если будет производство поставлено в стране, отечественное, следовательно, и себестоимость жилья в конечном итоге для наших граждан будет падать вниз. И два инициатора таких новых бизнес-инициатив сегодня с нами в студии. Скажите, как вы воспользовались программой «Дорожная карта бизнеса» и каковы ваши дальнейшие планы? Начинали мы абсолютно на пустом месте. Деньги мы получили через компанию «Лизинг Групп». Деньги нам дали под 8%. Это были очень хорошие проценты на тот момент. Это позволило нам купить оборудование, построить завод. Мало того, когда мы обратились с субсидиями, государство опять поддержало нас. Из 7% у нас было субсидирование. То есть вы сами понимаете, кредит под 1% – это супервыгодно. Предприятие выполнило все свои обязательства в течение 5 лет по кредитованию. И что касается в дальнейшем, у нас очень большие планы, потому что продукт сам по себе очень интересный. И я думаю, что без программы «Дорожная карта бизнеса» мы не обойдемся. Могу вас обрадовать, Светлана Владимировна. Сейчас идет актуализация «Дорожная карта бизнеса-2020». Уже с приоритетными отраслями государственной программы индустриально-инновационного развития. И так как производители строительных материалов являются приоритетной отраслью, сейчас правительством разрабатывается ряд еще более интересных предложений по инструментам поддержки именно вашей отрасли. Для того, чтобы освоить государственную программу до 2020 года, 69 миллионов квадратных метров должны построить. А если мы сумеем создать такие предприятия, где дают уменьшение себестоимости, естественно, это было бы очень выгодно жителям. Да, на самом деле есть очень большие потребности внутри страны для производства строительных материалов. И мы надеемся, что эти ниши будут закрывать наши молодые предприниматели, которые с интересом смотрят на эту перспективную отрасль. Внимание на экран! У нас интересный рассказ о молодом предпринимателе, который хочет стать крупным бизнесменом в этой сфере. Если человек работает где-то на кого-то и проявляет хорошее качество в работе, то непосредственно эти качества, они ему помогут и в бизнесе. Игорь Алексеенко. Проект. Производство тротуарной плитки. Занимаюсь я непосредственно тротуарной плиткой и бордюрами три года. В будущем я планирую заниматься полностью всем спектром бетонных изделий. Конечно, каждый производитель, человек, который занимается бизнесом, хочет и рано или поздно достигает этого. Ему нужно расширяться. Не у каждого хватает на это и средств, и желаний. Нужна непосредственно земля, соответственно, оборудование дополнительное. Все это стоит денег. Обращался не раз в банки. Такие организации, как я, допустим, я самый, что ни на есть начало, меня сразу спросили, какой у меня бизнес. Ты уже действующий бизнес или ты хочешь только открыть его? У меня действующий бизнес, а банки требуют залог на недвижимое и недвижимое имущество. С одной стороны, это правильно, я думаю, банк должен себя обезопасить чем-то. Но, как правило, допустим, мне, я не могу, у меня нет своего жилья, у меня нет машины. Полностью все свои средства я вкладываю в это дело. Если ты начал заниматься бизнесом, ты должен быть готов к тому, что тебя ждут трудности, какие-то невзгоды упадут на тебя. И, знаете, все это потихонечку-потихонечку встает свое русло. Да, тяжело. Да, там бывает с клиентами проблемы. Да, там с материалом проблемы. Я вот что понял, на этом нельзя зацикливаться. Проблемы есть, да, тяжело, но ты должен идти вперед. Итак, я приглашаю в студию человека, который говорит, проблемы есть, тяжело, но у меня все будет хорошо, Игоря Алексеенко. Пожалуйста, Игорь. Игорь, вы в сюжете рассказали о том, что вы начали этот бизнес, производство тротуарной плитки. Расскажите о том, как он сейчас развивается. Мой бизнес непосредственно сейчас развивается не особо сильно в связи с тем, что я в своем цехе достиг потолка. Выше я не могу подняться. И для этого мне необходимы какие-то средства, оборудование, как я там уже перечислил, земля, чтобы расти дальше над собой. Ты смелый парень. В твоем вопросе я вопросом хочу ответить, да? Почему именно вот это направление я выбрал? Вообще я начал заниматься этим непосредственно, я работал в этой системе. Надоело работать на кого-то, и хочется что-то сделать самому. Сделать свое, да? Да, что-то сделать самому. Тем более сейчас для этого все есть. Программы разные. У меня были какие-то средства, которые я накопил непосредственно. И я закупил ровно минимум тот, который нужно, чтобы начать. Все, вот на месяц у меня, у меня был материал на месяц. И все. И я начал потихонечку, начал я в прошлом году, это вот я непосредственно начал официально работать. Молодец. Вот у тебя получится все. В 87-м году, когда Советский Союз принял указ о первых кооперативах, я был где-то в его возрасте. Тоже поверил. Тоже начал, кстати, с тротуарной плитки из бордюров. А вы когда-нибудь слышали о программе «Дорожная карта бизнеса-2020»? Я вот только где-то месяца два назад, если честно, услышал. Я довольно сильно удивился. Думал, ничего себе, такие проценты низкие. Там 6 процентов, и государство там выплачивает. Я сразу обратился за информацией в интернет. Ну, то есть зашел сразу на сайт. На банковские сайты начал заходить. В общем, стал информацию получать. Ну, и, наконец, решил попробовать, решил сходить в банк и узнать, как же все-таки это все на деле можно реализовать. Я хочу работать, я могу работать. Просто я сейчас нахожусь на такой точке, что я не могу, допустим, дать больше. Я не могу конкурировать с более серьезными организациями. Довольно очень много получал отказов. Но я, как бы такой человек, я иду вперед все равно. Для меня нету слова «нет». Я иду вперед дальше. Игорь, я вас могу убедить в том, что у нас есть действующие программы. И вот буквально для молодых предпринимателей до 29 лет, по-моему, вам сколько сейчас лет? Мне 26. Вам 26. У вас осталось еще 3 года, чтобы принять участие в такой как раз программе. Мы гарантируем до 20 миллионов тенге. Начинаем с небольших сумм. Но вначале, взяв 20 миллионов тенге бизнес-кредит, отработав его, вы потом можете претендовать на большую сумму. Мы помогаем и с приобретением оборудования. Может быть, вначале это будет в арендованном помещении. Я не думаю, что на 20 миллионов тенге вы сможете создать производственный цех, купить землю. Но нужно попробовать. 30% вам нужно накопить собственных средств, а 70% будет гарантия фонда дому. И вы сможете такой кредит еще и субсидировать. Из 14% 7% вам будет выплачивать государство. Приходите к нам в Центр обслуживания предпринимателей. Попробуем? Вы знаете, очень хочу попробовать любой способ, лишь бы меня привел к цели. А какие советы дадут опытные предприниматели? Вот Игорь очень хорошо сказал. Мне очень понравилось. Он говорит, для меня нет слова «не могу». Это замечательный девиз. Я вам могу сказать, как опытный предприниматель, дорогу осилит идущий, Игорь. Поэтому я думаю, что у вас все получится. Обращайтесь туда, куда надо. Может быть, стоит подумать о лизинговой схеме. Да. Вот вы сколько вносили первоначальный взнос? Я могу вам сказать, у нас был первоначальный взнос 20%. От 20% до 30% в зависимости от того, потому что у нас было импортное оборудование, российское оборудование. То есть от 20% до 30%. Мы тоже эти деньги занимали. Мы тоже эти деньги отрабатывали потом. В общем-то. Но в любом случае нам позволило это войти вот в эту программу. И поверьте мне, найти 20-30% гораздо легче, чем, допустим, найти сразу 100% на хорошее оборудование. Поэтому сразу покупайте все самое лучшее. Вопрос о финансировании. Это не первый вопрос, это второй вопрос. Самое главное, у человека есть идея. У тебя есть цель, да. Если у тебя четко поставлена цель, ты обязательно достигнешь успеха. У меня завод почти что на 8 гектаров земли. Из 8 гектаров я занимаю всего лишь 2-3 гектара земли. Если на самом деле у тебя есть желание этим бизнесом заниматься, да, место для тебя найдется. В принципе, не только для тебя, да. Кто желает заниматься непосредственно строительным материалом или другими производственными направлениями, у меня дверь всегда открытая. Спасибо. У меня есть помещение, у меня есть возможности, то есть проблем нету. Спасибо большое. Я думаю, что, Игорь, прежде всего, вам нужно будет еще раз внимательно посмотреть в нашем Центре обслуживания предпринимателей все возможности, которые сейчас предоставляются по дорожной карте бизнеса. Естественно, воспользоваться приглашением более опытного предпринимателя, я думаю, что обязательно в таком быстрорастущем секторе, у которого есть очень большие перспективы развития, как промышленность строительных материалов, найдется место многим нашим казахстанским предпринимателям, в том числе таким молодым и активным, как герой нашей программы Игорь Алексеенко. Спасибо. Спасибо.